всем привет дорогие друзья привет из солнечной алании сегодня мы с вами прогуляемся от нашего дома а живем мы вот за этой большой дорогой но вы уже знаете общем прогуляемся от нашего дома до моря и расскажем вам стоит ли отдыхать в алании в октябре и ноябре и какая здесь стоит погода наша дорога от дома к морю идет вот через такой небольшой парк и через самые обычные районы улицы многие спрашивают вот про эти деревья они вечно зеленые здесь да и зимой они тоже зелененькие мам ты ходишь на море от нашего дома сколько занимает по времени минут 15 минут 15 минут 15 здесь можно прям напрямую пройти мимо школы в общем все тут есть магазины недалеко типа шока бима в общем кажется что живем немного так за городом но точнее не за городом она окраине города на самом деле если пройти 10 минут то окажешься уже в центре сейчас мы проходим мимо самой обычной турецкая школа вы просили сделать обзор в школе но для того чтобы делать обзор в школе и вообще что-то снимать школе нужно брать разрешение в министерстве образования это долгий процесс когда-нибудь я этим займусь но на данный момент пока снимать не планирую можно только по быстрой договоренности снять в университете в частном или в какой-то частной школе вот так вот выглядит самый обычный район несмотря на то что мы переехали в мае месяце жили мы практически вот здесь вот рядом мы переехали чуть ближе к горам я вам постоянно говорю про бочки на домах и вот вы видите здесь на домах вот на этих домах стоят бочки а под ними солнечные батареи так вот если на вашем доме есть вот такие вот бочки то летом весной осенью вы можете использовать горячую воду потому что от солнечных батарей вода нагревается и у вас постоянно есть кипяток и вы не тратите ни копейки на обогрев воды зимой иногда бывает вода идет прохладная потому что пасмурная погода пасмурная погода ну а летом эти бочки вот вы видите они стоят на многих домах летом эти бочки позволяют вам экономить огромное количество денег на электроэнергию в каждом районе аланьи у нас сохранились вот такие вот традиционные старинные особняки они расположены обычно между домами и отреставрирован есть еще не отреставрированы но постепенно мэрия или министерство культуры их реставрирует такие особняки вы видели конечно же в крепости аланьи я думаю что ходили в музей ну а вот здесь таком самом обычном неприметном районе где ездит очень много мотоциклов и машин когда нам нужно снимать видео обычно здесь никого не бывает так вот с таком вот неприметном районе этот традиционный особняк дом был недавно отреставрирован находится он прям напротив отеля и эти особняки обычно превращают в бутик отелей в крепости очень много бутик отеля в таких особняках ну и конечно же ресторанов и кафе вот это вот самые обычные турецкие дома которые были построены лет наверно 20-25 а рядом с ним новый дом совершенно недавно построенный но мне почему-то нравится старый дом больше вот если бы новые дома строили не такие вот обрубленные балконы прям квадратная какие-то вот такие более уютные мне кажется было бы намного красивее напишите в комментах что вы думаете потому что старые дома они все-таки смотрятся уютнее чем новые бетонные и вот эти вот старые дома постепенно постепенно в центре города их сносят сейчас мы вам покажем уже несколько построенных новых домов на месте вот таких вот старых посмотрите как здесь уютненько а если этот дом снесут то и все вот эти вот деревья бананы все вот это вот конечно тоже вырубят а сейчас здесь вот так красиво и зелено вот такой вот здесь небольшой уютный парк тоже между домами и здесь сажают цветы так вот красиво все пострижено и да все таки в этих старых домах есть какой-то такой шарм городской а те которые уже построены недавно они конечно прям бетон и никакой изюминки в них нет мы вышли на улицу 25 метров мам почему эта улица называется 25 метров на самом деле это народное название 25-35 метров многие спрашивают настоящее это название или нет так вот 25 метров это не настоящее название это народное название и эта улица параллельно набережной раньше мы жили вот на этой улице вот в этом доме и здесь тоже был дом сейчас старый дом уже снесли выкопали котлован и будут строить новый дом вот так вот здесь все расковыряли и на против тоже раньше был пошел старый дом и здесь его уже построили дом который за ним построили год назад и уже наверное сдают в эксплуатацию ну вот такая вот бетонная коробка получилось вот так вот выглядит новостроящийся дом а вот этот дом уже построили и скорее всего рядом стоящий будет выглядеть точно так же здесь уже прошли все отделочные работы ну в общем можете сравнить новая архитектура и старая архитектура в общем друзья вот современная махина из стекла бетона и металла и вот такой вот традиционный турецкий дом здесь растут какие-то цветы а ну вот тоже старый-старый дом который нужно реставрировать и там видимо уже никто не живет даже туда никто не заходит а вот цветок банана только что начал цвести и скоро здесь будут бананы если говорить о такси то многие из вас наверное видели вот такие вот желтые ящички на деревьях столбах по всей алании это такси это кнопка для того чтобы вызывать такси то есть вы на нее нажимаете и такси приезжает работает 24 часа в общем эта кнопка принадлежит станции такси под номером 8 поэтому если вы остались где-то у вас там нет телефона или сел об этом общем вот это вот этот ящик для вызова такси вот здесь у нас еще такой небольшой парк красивый зеленый и уже совсем рядом море вот через дорогу у нас уже море такая вот станция такси и переходим на ту сторону и идем к морю и перейдя через эту дорогу мы попадаем на пляж на солнце кстати тепло даже жарко вот такой вот здесь красивый парк море спокойное купающихся не видно но поскольку на пляжных барах пляжные бары уже постепенно убирают лежаки туристический сезон так или иначе закончился а вот там дальше я вижу там дальше я вижу купающиеся около отеля сидят рыбаки и вот такое вот море у нас сегодня это конечно же не самый красивый пляж поэтому вот так вот и самый главный вопрос который вас всех интересует это конечно же октябрь и ноябрь в Аланье после того как я разместила видео о дожде хотя в том видео была и солнечная погода и дождь и пасма вся самая разная разнообразная погода для октября конечно же люди увидели в первую очередь дождь и начали писать дело там нечего в октябре и так далее так вот в октябре у нас стоит сегодня у нас сегодня у нас уже ноябрь 2 ноября да в октябре погода была просто шикарная мам рассказывать и плавала в октябре погода была шикарная было очень тепло вода теплая я весь октябрь купалась даже в ноябре то же самое просто вот и начало ноября немножко там шел дождь поэтому не ходила я а так купаться можно 25 градусов вода когда распога распогаживается да да то вот сейчас мы даже идем жарко на солнце реально жарко когда распогаживается небо голубое просто жарко море можно ходить загорать и так далее и в описании к в описании ко всем видео есть ссылка на метеорологический институт турецкий и смотрите там температуру воды и воздуха и и сами приезжайте и смотрите какая здесь погода потому что если вы увидели вдруг дождик который я показала то не думать о том что дождик идет каждый когда был последний раз дождь в октябре пару раз всего дождь был до один раз был парус суши я вот честно я уж тоже как-то он был он очень быстро закончился холодно не было нет днем тепло на пляже на солнце жарко сидишь то есть припекает очень хорошо но только бывает облачная а так вот как сегодня затянуто но год на год не приходится но в этом году тепло октябрь месяц был весь такой хороший теплый ну и самые дождливые месяц это конечно же январь поэтому октябрь-ноябрь это самое лучшее время для отдыха не бойтесь приезжайте я бы еще можно купаться я думаю что сегодня поленилась не пошла как бы я сегодня суши но если сегодня было бы не пасмурно да ты бы пошла так ну вот завтра если мы поедем куда или где-то по совершенно если завтра на следующей неделе я пойду обязательно потому что сезон еще не закончен и сезон у нас до декабря даже 25-24 можно искупаться все равно вода нормальная и гуляя с мамой по городу совершенно случайно встретили ирину и сергей из екатеринбурга они приехали с внуком отдыхать из-за внука и приехали две недели отдыхаем еще планируем мы приехали в середине октября и думали что с погодой здесь будет беда но оказывается такая шикарная погода в октябре обычно в октябре всегда хорошая погода и вот начало ноября мы не разочарованы бывает дождь хорошо и все на следующий день снова такая же прекрасная погода даже сегодня немножко пасмурно в смысле облачность но это ничуть не мешает дышать воздухом приморским любоваться этой красотой и наш мног оздоровился и мы с таким хорошим настроением как нам сказала по другой мир у нас теперь два мира мир Екатеринбурга где минус 8 говорят уже сейчас нам пишут снег лежит уже и здесь райский уголок Леонард как тебе нравится? Нравится тебе здесь? Нравится? Ну ты скажи нормально Ну если ребенок сказал нравится значит правда действительно нам очень понравилось мы купаемся практически каждый день Леонардик у нас вот так заходит вот смело в море не боится ни волны, ничего А вы Волане какой раз? Первый раз? Первый раз и в октябре видите люди рискнули приехать правильно сделали И благодаря репортажам Анастасии добавили Спасибо Мы смотрели, нам очень понравилось прониклись, что да действительно человек искренне А буковки у тебя какой цвет? Буковки здесь? Смотри голубой, красный, золотой и голубой Ну давай поменяйте Не, тебе большая будет Тебе большая будет А мне твоя маленькая не налезет Как же я пойду домой-то? Но тем не менее, обратили внимание Что тут все красиво Даже буковки красивые Ну они блестящие Да у меня есть голова человека полка Но только На футболке? Ну да, но только там у меня еще на цвет черный Красный и черный Золотого нет, голубого нет Ну ничего, найдем мои футболку такую Спасибо вам огромное, мы смотрели как вы в горы ездили смотрели свадьбу, которую вы снимали И я Ирине говорю, это совсем другой мир У нас пьянка, у нас дебош, у нас драки Тут 5 дней даже пива нет Все пляшут А зачем и так весело? Наконец-то мы это увидели, что и так весело Действительно Мы не разочарованы В октябре советуете? Обязательно Потому что народ там волнуется, говорит, ой дожди, нечего делать Нет, нет, нет Один-два дня может Выпадок А так все прекрасно Абсолютно Все прекрасно И опять в ноябре мы посмотрели прогноз хороший Вот и неделя один Вы молодец Спасибо Достойный репортаж Прислушивайтесь Спасибо А мы Сергею, Ирине, Леонарду желаем хорошего отдыха А вы тоже приезжайте и видите, что люди говорят, значит все правда Да Мы рады, что встретили вас Да Я всем мечтал, но с ним куда пойдем? Да Это наша самая продолжительная прогулка Все хотели вам в офис зайти, но с ним куда не выберешься Да, 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 да А случайно так встретились? Мы живем в Аланьео, район Руба Поэтому достаточно далеко пришли сюда Ну да, да, да Вот и все, песочком, песочком Посмотрим на автобусы О, это как у нас все забито, стоит народ Нет, только песочком Ну правильно, воздухом гулять Да Дорогие друзья, я надеюсь вам понравилось это видео Приезжайте в Аланию, в Турцию и отдыхайте здесь с удовольствием Ну а в конце видео бонус Видео с пляжа при заходе солнца В общем очень красивые кадры, смотрите и приезжайте в Аланию Всем всего хорошего, пока-пока Пока-пока Приезжайте в Аланию Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok